Медицинские маски в период пандемии – одни из самых востребованных предметов. С их дефицитом столкнулось большинство регионов нашей страны. В первую очередь маску рекомендуется носить тем, кто уже заболел, чтобы во время кашля или чихания минимизировать распространение инфекции. Если вы здоровы и хотите предотвратить заражение, она будет служить дополнительным барьером. Особо предприимчивые жители стали производить маски дома. Карина Холодкова шьет их своими руками, для себя и на заказ. Очень страшно ходить по магазинам, смотреть на людей, которые ходят без масок, в панике. Некоторые еще и кашляют. И ты не понимаешь, почему они кашляют. В аптеках масок нету, нигде нету. На самом деле мысль эта пришла скорее, ну, так вот, заплыла. Мы как-то вот два года назад с моей сестрой были во Вьетнаме, и там люди на байках ездят вот в таких вот масках. Ну и мы подумали, почему бы нам не попробовать их шить. По словам девушки, на изготовление маски уходит 10-15 минут. Для этого понадобятся трафарет, ткань, нитки и английские булавки. Шить маску можно на швейной машинке или вручную. Самодельная маска обойдется дешевле, чем покупная. 30-40, 40-50. Ну вот, допустим, если взять пример, метр хлопка, вот хлопковой ткани будет стоить где-то, ну, 170 рублей. Нитки, иголки – 20 рублей. Вот так. Ну, если мы будем считать еще машинку, то там себестоимость чуть-чуть прибавится. Самодельная маска неравноценно фабричной, но некоторую защиту она все же обеспечит. Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что при повторном использовании такие изделия нужно регулярно стирать с моющим средством, затем проглаживать утюгом в режиме отпаривания. Носить ее можно не более трех часов, в то время как срок использования одноразовой медицинской маски – не более двух часов.